Ну привет ребята! Как прошли новогодние праздники? Это видео выйдет 1 числа 2022 года и я надеюсь, что каждый в этом году найдет то, что хочет. Кто-то любовь, кто-то друзей, а кто-то деньги. А я может быть найду аудиторию, которая будет смотреть мои видосы, а потом заваливать мою личку требованиями сделать видео по их любимой игре. А еще у меня скоро день рождения и я проведу стрим на этом канале. Трансляция состоится 14 января, по времени пока сам не знаю, скажу в следующем ролике. Или можете перейти на канал в дискорде. Там пока что не так круто, как у других ютуберсов, но например можете музычку послушать или со мной напрямую пообщаться. С новым годом вас друзья! Вместе мы пережили тяжелые времена, но будет только хуже, так что вы крепитесь. Никогда не умел толкать поздравительные речи. Давайте уже перейдем к сути. Сегодня мы пощупаем с вами игру от компании Digital Extremes, которой известны своей ММО для мамкиных ниндзя Warframe, в которой я частенько пропадаю и даже разок получал бан за то, что установил дополнительную плашку оперативной памяти, но был быстро амнистирован, так как обратился в англоязычную техподдержку, а не в русскую. Серьезно, никогда не обращайтесь в русскую техподдержку Warframe. А Dark Sector еще в те годы должен был стать тем самым Warframe, что есть сейчас, но из ММО она превратилась в экшен от третьего лица в стиле Gears of War. И в него сегодня мы запустим свои руки. Вы на канале Брэна, с вами Брэн, приятного просмотра. Игра начинается с катсцены, в которой нам показывают, как патрульное судно в 1987 году наткнулось на всплывшую из воды подлодку. И старый дед пошел проверить, что там да как. Он заглянул в огромную дыру, и ему на лицо что-то прыгнуло. 20 лет спустя в этот же город, который называется Ларсия, что на территории России, прибывает агент ФБР Хайден Тенна. Его задача подорвать все вокруг и убить злого, на удивление, нерусского Мезнера, который распространяет вирус, именуемый техноцид. Проходим в здание, и тут мы можем посмотреть на презентацию, посвященную зараженным, исходя из которой мы узнаем, что на русский язык все забили хуй, и то, что зараженные со временем покрываются металлом. Ну хотя бы из их головы никакие паразиты лезть не будут. Устанавливаем взрывчатку там, где надо, и проходим дальше по коридору. Застаем картину, как русский солдат казнит заключенного за подозрение в том, что он заражен. Пожалуйста! Не смотри на меня! Это не укус! Я случайно поцарапался! Повернись! Пожалуйста! Я не хочу умирать! И я не случайно сказал заключенного, ведь место, куда мы высадились, является городом-гулагом. А вы думали, в Советской России будут какие-то другие города? Это Россия! И дальше по коридору нас ждет первая перестрелка, в которой я первый раз умираю, и понимаю, что простой игра не будет. И действительно, противники хоть и тупые, как валенки, и зачастую стреляют просто в нашем направлении, стоя на одном месте или за укрытием, но делают это очень больно. Мы заходим в комнату, где находим связанного и избитого Виктора. Он очень рад нашему появлению. Именно он и дал нам информацию о Мезнере, который и хочет устроить мировой пиздец. Узнаем от него о планах главного злодея и в расход. Прощай, Виктор. Выйдя на улицу, нас ждет бич игровой индустрии и того времени босс-вертолет. Знаете, я уже успел по ним соскучиться. Сносится он без проблем, учитывая, что в руки нам дают РПГ с самонаводящимися ракетами. Четырех попаданий ему достаточно. Но после нашей безоговорочной победы и доминации, доминировать будут над нами. Какой-то киборг-убийца, которого в игре называют Немезис. Но Немезис выглядит так, а все задроты в Warframe прекрасно знают, что это Никс. Он приходит, чтобы покарать нас. Его не берут пули, а пущенную в него ракету он ловит силовым полем и отстреливает нам обратно в ебало, отчего Тена теряет сознание. Всем же известно, что люди от взрывов ракет, предназначенных для уничтожения техники, теряют сознание. Вы что, глупые? Наши против техники, а не против людей. Нас будет сосед по каюте на корабле. Ну ты и Соня. Как тебя зовут? А, простите, не та игра. Нас будет Мезнер и начинает до нас доебываться. Что они тебе сказали? Что они тебе сказали, Хейден? То, что ты пидор, ёпта. Но ведь о тебе они говорили то же самое, не так ли? А тот бронечелик протыкает нам плечо и заражает нас техноцитом. Но Тена из последних сил нажимает кнопку детонатора и вместо огромного бабаха нам показывают название игры, а затем живого и невредимого Тена, который хрен пойми как оказался на пирсе. Придя в себя, раненый Тена движется по направлению прямо и слышит в голове голос Мезнера. Я в твоей голове. Зайдя в будку, он находит радиостанцию и пытается выйти на связь со своим связным из ФБР. Он сообщает, что оказался инфицирован и просит эвакуации. Начальство ему передает, что выезжают и пока советуют найти человека по имени Ярго, который может обеспечить нас вакциной. Но сеанс связи прерывает вошедший в домик солдат. Начинается драка в стиле Гачимучи и, казалось бы, Тена в безвыходной ситуации, но вдруг он отращивает из руки глифу, который сначала перерезает горло одному вояке, а затем отрубает голову второму. Выходим наружу, где мы можем опробовать глифу против живых целей. А так как наш арсенал сейчас состоит только лишь из одной глифы, другого выбора у нас по сути нет. Мы, конечно, можем попробовать взять оружие противников, но оно оснащено биологическим сканером. И в случае, если им завладеет зараженный, оно взорвется в руках. Поэтому особо не повоюешь. Да и кому вообще нужен огнестрел, когда есть глифа, ну кому? Но без огнестрела нас тоже не оставят. Наш арсенал будет состоять из пистолета, который мы можем использовать одновременно с глифой. Вторичное оружие, типа автомата или какого-нибудь дробовика. Ну и всякие ситуативные оружия, типа того же РПГ или тяжелых пулеметов. Также не забывайте, что Тенна заражен вирусом. И постепенно зараза прогрессирует, наделяя Хейдена новыми способностями. И все сильнее покрывая его металлом. И первая мутация позволит нам глифой на расстоянии подбирать предметы. Что очень полезно и для прохождения, чтобы решать загадки, и в бою на начальных этапах, чтобы забрать оружие, не выходя из укрытия. Хоть оно и взорвется, но время отстреляться нам дадут. Также по миру разбросаны модификации для оружия, которые позже можно будет установить. Но если честно, что с модами, что без них, особой разницы я не почувствовал. На одном из кладов нас снова ждет перестрелка солдатами. Но на помощь нам приходит огромная тварь, которая раскидывает наших фрагов, пытается раскидать нас, но заскучав, убегает дальше ебать город. А мы тем временем идем дальше на поиски Ярга. Зараза продолжает прогрессировать и наделяет Тенна большей силой. Теперь он способен кидать глифу еще сильнее, что наносит в 4 раза больше урона. Что позволяет отрывать конечности противникам за один бросок. Далее мы спускаемся в канализации, где мы понимаем, что глифу можно заряжать разными стихиями. Например, электричеством от электрощитка. А также натыкаемся на некогда зараженных гражданских, которые укрывались от солдат в коллекторах, избежав пули в лоб, но превратились в отвратительных мутантов. Игра, ты что творишь, мне страшно. Я пришел поиграть и расслабиться, а теперь иду стирать свои портки. Благо этот этап не такой долгий, как мог бы быть. Выйдя наружу, Тенна продолжает стремительно мутировать, получая все новые способности. На этот раз мы можем управлять брошенной глифой в полете, что мне напомнило управление бетарангом из Бэтмена. Пройдя через очередной отряд врагов, мы находим Ярга. Он помогает нам информацией о Мезнере. Мезнер починил старую советскую установку, способную испускать ультразвуковую волну, которая привлекает зараженных. Дело в том, что взрыв, который устроил Тенна, выпустил на свободу всех инфицированных, которых поймал Мезнер. И теперь он хочет поймать их всех. Также Хейден видит в его документах некую темнокожую русскую девушку по имени Надя. Надя, ты вообще слушаешь? Передатчик спрятан в старом бункере, в ласрийских катакомбах. Которую он, судя по всему, очень хорошо знает. Также он передает нам спутниковый телефон, чтобы быть на связи. А на его стене можно заметить символ лотоса. Этими знаками будут помечены места, где можно будет закупиться оружием. Выйдя наружу, мы можем сразу найти магазин, в котором можно за вечно деревянные рубли покупать новые пушки, продавать старые, устанавливать модификации и послушать забавные реплики продавца. Запомни раз и навсегда, Янки! Если будешь вести себя, как послушная обезьянка, я, может быть, буду подкидывать тебе орешки. Проходя дальше, мы слышим переговоры военных, у которых, как обычно, все идет по пизде. И они запрашивают шакала. База! База! Нужна поддержка с воздуха! Сбросьте нам шакал немедленно! И игроки в Warframe сейчас такие. Этого пидора в химках видал! Тем временем мы проходим все дальше и натыкаемся на зараженных и на мерзкие слизистые стены. Стены говна можно убрать, кину в них горящую глифу. Снова находим советские фильмы, подробнее рассказывающие нам о зараженных. В Москве полагают, что инфекция передается через кровь при укусе и царапинах. Зараженные субъекты быстро претерпевают изменения во внешнем виде и поведении. Через несколько минут они становятся непредсказуемыми и агрессивными. После этого они уже ничего не понимают. Несколько часов спустя начинается внешнее преображение. На коже формируется своеобразный металлический налет. Процесс эволюции постоянен. Можно предположить, что уничтожить более поздние формы окажется крайне трудно. Поэтому уничтожение зараженного населения должно быть произведено немедленно. Выходим на улицу и получаем удар по голове. Это означает, что Мезнер включил свой передатчик и объявляет общий сбор. Вон Халк уже побежал. Но одних солдат и зараженных для нас оказалось мало. Дорогу нам преграждает тот самый Шакал. Собакоподобная тяжелая техника. Не сложнее, чем босс вертолет. Проходим в старый дом и на чердаке этого дома на нас нападает некий хуй и выкидывает нас на улицу. Тенна приходит в себя уже ночью. Зараженных на улицах становится все больше. И постепенно город превращается из Ларсии в Рейвенхолм. Хейден проходит к церкви, где помимо отстрела зараженных нам нужно будет решить загадку с факелом. А именно протащить огонь ко входу в церковь и зайти внутрь. А внутри нас будет ждать первый полноценный босс-файт. И нет, не с Шакалом, а вот с этим здоровяком. Тактика проста. Поджигаем колонну, на которой он сидит и проводим добивание в рукопашную. А после того, как он начнет носиться по арене, как ебанутый, нам нужно будет ебнуть его током, что окончательно добивает колосса. А мы в награду получаем новую способность. Теперь мы можем останавливать летящие в нас снаряды силовым полем и возвращать их обратно. Из церкви мы пробираемся к передатчику, но спокойно подрывать его нам мешает Надя со своими разговорами. Так я себе и представляла нашу следующую встречу. Здравствуй, Надя. Ты стоишь вот так, отвернувшись, и у меня будет пушка. Две пули в затылок, как и ты с ними поступил. И под тиканье таймера уносим свою жопу из эпицентра взрыва. После взрыва связываемся с начальством из ФБР и получаем следующее распоряжение. Кажется, я слышу вертолеты. Он все еще упорно пытается вывести вирус. Если он надеется его использовать, то у него должны быть образцы антител. Ясно. Куда направляются вертушки? К незарегистрированному торговому судну неподалеку. Миль пять юго-восточнее твоего положения. Захвати образец груза, а остальное уничтожь. Но только мы успеваем договорить, как на нас сразу влетает шакал. А РПГ под рукой у нас нет. И победить его нам поможет Смекал очкам. Сначала взрываем машину и добываем огонь. Мало кто знает, но древние протарусы так огонь и добывали. Далее огнем сжигаем простыню говна, преграждающую электрический щиток. И электричеством каратим ублюдка. После этих действий нам открывается возможность устранения шакала, подойдя сзади. Выкидываем пилота и сами принимаем управление шакалом. И на этой машине смерти мы двигаемся до первого узкого коридора, куда шакал пролезть не может. А знаете, что Тена давно не делал? Он давно не эволюционировал. На этот раз нам дают возможность устраивать взрыв по площади. Для этого нам нужно зарядить глифу какой-нибудь стихией и нажать не от ней Y-са на это обучение. Нужно нажать на правый стик, чтобы сделать бабах. Далее мы зацепившись за грузовой контейнер переносимся на судно, на которое и отправился Мезнер. На нем мы встречаем сопротивление в виде солдат. И снова босса вертолета. Вот одного-то нам было мало. Вертолет удачно рвет обшивку корабля и мы попадаем внутрь. А внутри в клетках Мезнер перевозит своих питомцев и особо опасного мутанта, которого Хейден по какой-то хуй сам же и выпустил, из-за чего корабль начинает тонуть. И нам дается 10 минут на то, чтобы убраться отсюда. И весь этот этап я пробежал, стараясь сохранить РПГ, надеясь использовать ее на серьезном противнике. Но этого, увы, не случилось. Выбираемся с корабля и вплавь Тенна добирается до города. На связь выходит Ярго и сообщает, что за ним пришли. Ф старику. Ярго? Что происходит? Они ломятся сюда. Они меня нашли. Держись там, я уже в пути. Начинаем свой пеший маршрут и понимаем, что жители этого замечательного городка не отстают в развитии от Тенна. И тоже научились паре приемов. Например, плеваться каким-то калом, который больно стукает. Ну и стали намного крепче. Даже заряженный бросок глифы не убивает их сразу. Но и человеки тоже не стоят в стороне и отправляют на разборки своих бигбоев в экзоскелетах с тяжелыми пулеметами. Для их устранения нужно вырубить их источники питания на плечах и спине и после этого добить и по желанию забрать пулемет. Итак, весь этот путь мы проходили только для того, чтобы обнаружить пустое убежище Ярга. Нас пытается заебать спамом Мезнер. Я в твоей голове. Слушай меня. Нет еще. Но Тенна упорно игнорит его. Начальство приказывает нам бросить Ярга на произвол судьбы под предлогом, что он скорее всего заражен. Но Хейден бросать его не собирается. Нам показывают, как Надя пытает дедушку. Она хочет, чтобы старикан открыл хранилище, вероятно, с вирусом, из-за которого и идет эта заварушка. Я же сказал. Я просто офицер связи на пенсии. Понятия не имею, как попасть в это хранилище. По мне, так это просто аттракцион для туристов. Я просто за ним наблюдал на мониторах. Не играй со мной. Я знаю, кто ты. Ярга Меньшик. Родился и вырос здесь, в Ласрии. Полковник ГРУ. В 87-м году именно ты вел группы сдерживания. Ты единственный, кто знает, как открыть хранилище. Твоя дочь. Она была медсестрой, верно? Она наверняка занималась первыми заболевшими, так? Пока еще никто не понял, что происходит. В Москве быстро поняли, что все серьезно. Я мог бы ее предупредить. Но ты выполнял приказ. Теперь ее уже не вернуть. Но будь я проклят, если я позволю, чтобы это повторилось еще раз. Ярга само собой отказывает, за что лишается глаза. Тенна выдвигается на выручку Ярга по железнодорожным станциям и депо, где видим новый виток эволюции инфицированных. Теперь они научились становиться невидимыми и наносить удар на крысу. А некоторые обросли толстым слоем металла и стали немного крепче своих собратьев. Солдаты все еще встречаются, но крайне редко. Ситуация выходит из-под их контроля. Спускаемся в тоннели и на нас нападает та самая невидимая огромная залупа. Но Тенна вводит ей вялым по губам откладывая их схватку на потом. В тоннелях нечести еще больше чем снаружи, а потому и стрельбы будет еще больше. Спустя сотни убитых людей и зараженных мы находим Ярга. Бедняга так и остался сидеть на стуле, но из-за его спины из инвиза выползает наш знакомый электроящер, которого мы будем сейчас пиздить. Ярга сообщает, что он очень старый, возможно еще с 87-го года сидит в этой капсуле на корабле. Бой будет проходить в затопленном помещении, где по воде можно будет отследить передвижение урода и заморозить, чтобы остановить его для раздачи профилактических пиздюлей. Бой не очень сложный, всего-то нужно нанести достаточно урона, один раз отразить ваншотные ракеты и добить его глифой. После победы Тенна снова мутирует и теперь он сам может становиться невидимым. Мы вытаскиваем Ярга, а его заботит лишь потеря его трубки. Курение это плохо, ребятки. Нас снова начинает унижать Немезис, а раз он тут, то и Мезнер рядом. Он позволяет нам попробовать перерезать ему горло. Вот мое горло. Его так легко перерезать. Мезнер мезнер Их заранее пичкали этим вирусом в малых дозах, чтобы у них выработался иммунитет, и они могли к нему адаптироваться при заражении. Вот это они здорово придумали. Но что-то пошло не по плану, и Тена перестает дышать. Раздосадованный этим фактом Мезнер уходит, оставляя нас лежать на земле. В палате интенсивной терапии нас приводит в чувство Ярга. Дело в том, что он отравил инъекцию, чтобы мы умерли. Но отравил слабо, чтобы мы умерли не смертельно. Он говорит нам клишированную фразу, что мы изменились, и мы не такой, как главный злодей. Хотя мы с ним так похожи, бла-бла-бла. Ярга сообщает нам, что здесь, в подвале, мы сможем найти какой-то костюм, который нам очень поможет. В палате, где мы очнулись, на стене висят рентген снимки какого-то зараженного. Судя по всему, младенца. Интересненько. По комплексу пробираемся через толпы зараженных. И достигаем комнаты, где и находим костюм. Но под ногами путается Надя. Она говорит нам, что забирает Ярга, и идет открывать хранилище. Убирайся отсюда! Тебе следовало смыться, пока был такой шанс. Думаешь, теперь они тебя так просто отпустят? Просто возьмешь и уйдешь? Нет. Но я думал, что я смогу дать такой шанс тебе. Ты не понимаешь, насколько глубоко я в этом замешана. Пути назад нет. Ты же этого не хочешь. Мезнер здесь не ради денег. Множество людей погибнет. С каких это пор тебя волнует кто-то, кроме тебя самого? Не знаю. Я знаю только, что всю свою жизнь я делал не то, что нужно. Даже если ты думаешь, что это нужное дело, тебе нас не остановить. А теперь я заберу Ярга. Когда двери хранилища откроются, это уже не будет иметь никакого значения. А Тенна одевается в костюм, который один в один повторяет рентген снимки. А еще он один в один эскалибур из варфрейма. Мы выбираемся наружу, и нас ждут забытые уже мной стычки с обычными солдатами. Видимо, им все-таки удалось каким-то чудом взять ситуацию под контроль. И этот этап это просто какой-то ад. Столько противников на квадратный метр еще не было. Но и арсенал у нас уже не тот, что был раньше. Пробираясь через сотни солдат, мы доходим до завода, где собирают шакалов. И здесь нас ждет битва с Немезисом. И он ваншотит своими атаками. Потому у нас просто нет возможности проебаться. Мы убиваем его, и узнаем, что все это время в костюме Немезиса была Надя. Этого не должно было случиться. Прости. Я это с тобой сделала. Нет. Мезнер был прав. Я это заслужил. Это... С тобой все по-другому. Ты уже был потерян. Я знаю. Мезнер там, внизу. В хранилище. Собирается их призвать. Хранилище. Оно позволит передать сигнал на весь мир. Ты должен его остановить. Псс. Агентство здесь. Если я им попадусь. Тише. Я знаю. В этот раз ты сделаешь то, что следует. Мы прощаемся с ней, и она передает нам ключ от хранилища. После сцены прощания, хотя кому на нее не похуй. Мы прыгаем в шакала и идем за жопой Мезнера, устраивая по дороге массакра всем на своем пути. У входа в хранилище в голубом вертолете прилетает наш начальник из ФБР. В компании со своими ребятами. Он сообщает нам, что они договорились с Мезнером. Мезнер внутри включает энергосистему хранилища. Все нормально. Мы с Мезнером договорились. Договорились. Я понимаю. Тебе тяжело это принять, но в этой ситуации все меняется. Приходится учитывать все вероятности. Но для тебя все закончено. Не беспокойся. Я сдержу свою часть уговора. Ты отправляешься домой в одиночестве. Вертолет доставит тебя в медчасть для дезинфекции. Постой. Ты меня просто так отпускаешь. Слушай. Времени не так много. Вот тебе. На дорожку. Он готов отправить нас домой. И швыряет нам инъекцию. И пока босс задвигает нам монолог про необходимые потери. Уж ты-то какое право имеешь меня судить. Это оружие. Оно все меняет. Поэтому мой долг. Сделать так, чтобы мы смогли его контролировать. Любой ценой. Мы все играем свои роли. Все приносим что-то в жертву. Мы в любой момент можем стать допустимыми потерями. Тенна втыкает ему инъекцию. Отчего тот умирает на месте. Ну а разделаться с его солдатами труда не составит. Теперь на очереди Мезнер. Но по дороге он пытается с нами договориться. И переманить нас на свою сторону. Но Хейден настроен решительно. Ты все еще можешь присоединиться ко мне. В коридорах мы встречаем Ярга и велим ему убираться отсюда. Он подключает антенну. Тенна приходит на битву с Мезнером и видит его мерзкое седалище, которое он будет контролировать. А у седалища есть щупальца. И чем-то в этом обличии он напоминает Хунхао из того же варфрейма. Наша задача бить щупальца током, пока Мезнер не откроет свое тело. После нанести удар по Мезнеру. Повторить несколько раз. На разных стадиях будут разные сложности. То крипы выбегут, то количество щупалец увеличится. Но принцип битвы от этого не меняется. После финального удара Тенна вонзает в голову Мезнера Глифу. И останавливает распространение вируса. Она все еще идет. Но он же мертв. Неужели ты не чувствуешь? Сделай что-нибудь. Ты теперь один из нас, Хейден. После Хейден пафосно выходит из бункера, не забыв забрать с собой Глифу. Ну иди, тебе еще лолей в себе таскать да ресурсы фармить. Наверное надо сказать пару слов и о варфрейм. И сразу скажу, что я не считаю Дарк Сектор приквелом или вообще как-то сюжетно или лорно связанным проектом с варфрейм. Дело в том, что еще до разработки Дарк Сектора ребята из Digital Extremes хотели сделать варфрейм. Они ходили по издателям, показывали им концепты и наработки. Но их идеи никому не нравились. И никто не считал, что проект будет успешным. В итоге из-за давления издателя, Дарк Сектор из космического футуристического шутера с паркуром, мультиплеером и караванами превратился в Gears of War в урбанистическом стиле и серыми как мои будни цветами. И даже после выхода Дарк Сектор, разрабы не теряли надежды создать свой проект мечты. Они продолжали обивать пороги издателей, везде получая отказ. Но они не сдавались. И в итоге выпустили игру своими силами, без издателей. И у них вышло. А варфрейм сейчас не слышал, только ленивый. Постоянно выходят обновления и новый контент. Правда ждать его приходится очень долго. Вон новую сюжетную главу 5 лет ждали. Но эти 5 лет полностью окупились после прохождения. Эмоции, которые я получил во время игры, не дарил мне ни один ААА проект за последние годы. Ну, наверное кроме Red Dead Redemption 2. Ну ладно, мои пару слов затянулись, пора останавливаться. А то так и сюжет варфрейма вам перескажу. Но если вы все-таки хотите такое посмотреть, то можете набрать много лайков на видос. Ну скажем, 10 тысяч. И нет, я не охуел. Если я буду это делать, я должен знать, что это нужно. Потому что разбираться в сюжете варфрейма будет сложно, долго. Да еще и новый аккаунт нужно будет заводить. Ну в общем, не скоро вы это увидите. Если вам понравилось, то лайкайте, комментируйте, нажимайте подписаться. И до встречи на этом канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok